Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Форум. Я с удовольствием представляю вам на телеканале Ваше общественное телевидение в нашей студии известный в Санкт-Петербурге дизайнер Наталья Трофименко. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Я Лиса Лецус, еще не менее известный дизайнер по украшениям. Добрый день! Итак, девушки, спасибо, что вы до нас добрались. Спасибо, что вы принесли в нашу студию весну яркие краски жизни. Как настроение? Огонь! Я знаю, что вы готовитесь к очередному показу, скоро произойдет. Показ намечается в четверг в Истерии в 20.00. Можно найти меня в ВКонтакте ID.Trophy36, заказать билет, тогда будет 500 рублей стоить, иначе полторы тысячи вход туда. И это будет новая коллекция удивительных кожаных фраков. Как всегда, коллекцию готовлю за три дня до мероприятия. И сегодня ночью только их раскроила, все сегодня будут клепать, завтра приделывать погоны. И сегодня Алиса сделала такое предложение, ну не жениться на мне, хотя это модно в нашей сфере, нетрадиционная ориентация. А предложила ей тоже поучаствовать в этом показе, как бэкстейдж онлайн. Будут сидеть пять моделей или шесть, ну я думаю, больше фраков я не успею за три дня сделать, на стульях. Все они такие в лосинах и в лифчиках, ну немного такая порно, шутка. Дальше мы надеваем на них фраки. Моя другая подруга, студия Космода Шерман на Невском 110 находится, делает им такие большие прически с разными пирамидами, красят разные цвета волосы. И тут подбегает Алиса с замечательными украшениями и начинает дополнять образы. Расскажи что-нибудь о своих украшениях. Спасибо за интересную рекламу. Алиса, вы будете участвовать или только в первую очередь? Она мне только что сегодня потом сказала. Я такой человек, я обычно долго перевариваю идею. Ну сколько надо? Ну пару дней мне нужно обдумать. Как раз за четверга я ей скажу свое решение. То есть к творческому акту как таковому вы никаких противопоказаний не имеете? Мне кажется, творчество это вообще такая обширная сфера. А вот ночь, улица, фонарь, аптека, это вас не пугает? Я вообще люблю ночь. Я считаю, что ночное время это самое лучшее время для того, чтобы творить. Потому что ночью, именно ночью рождаются самые гениальные идеи. Ну например, одну свою расскажите, пожалуйста. Вот все, что вы видите, все родилось ночью. Покажи, все расскажи. Я вам скажу, что у меня час пик на самом деле наступает где-то часа в два ночи. То есть вот это самое такое время, когда прямо я подключаюсь к космосу. Вы просыпаетесь, вы просыпаетесь и начинаете ходить из конца в конец квартиры своей. У меня не квартира, у меня есть своя мастерская. Конечно. Где она? Она находится на улице Ижорской, метро Чкаловская. И непосредственно там рождается вся вот эта красота. Мысленно мы уже там. Но вот я вижу, у нас еще есть небольшой рассказ про вашу деятельность, запечатленный на фотографиях, которые вы принесли. Вы не могли бы прокомментировать вместе фотографию, фотоподборку, которая у нас уже готова к эфиру? Что это? О, огонь. Плоховато вижу, отсюда зрение совсем село. Это был мой день рождения, театр Мадеш, поддерживали меня, выступали. Там я сшила такое платье с голой спиной, шлейфом. Также студия Максима Соболева приходила. Это я делаю теперь павлово-пасадские такие курточки, павлово-пасадские платки. Также Катя Флейта выступала, поддерживала меня со своим коллективом. И вот такие куртки из платков можно заказывать любых цветов. Красные, зеленые, синие, голубые. С мехом, да? Да, и с мехом, и погоны сейчас модные, и фраки, все что угодно. Вот Алиса, моя дорогая, на дне рождения 23 февраля все это проходило. Это в Рубаях у меня был показ, презентация курток-трансформеров. Там воротники вверх-вниз поднимаются, как угодно. Это театр Мадеш у Тоши, который слева изображен будет день рождения, как раз 11 апреля в Истерии, где мы будем все это отмечать. Это снова Рубая. Надеюсь, Алисины фотки тоже покажут. Ждем с нетерпением. Да, мы тоже, мои курточки, шубки, такие нестандартные. Нестандартные, все весеннее. Ну, сейчас я уже совсем на весну перехожу. Так что скоро вы увидите коллекцию моих фраков в следующей передаче или на показе в четверг. Это мы ходили на показ, в фэшн-вик. Было немного скучновато, но ничего, пережили как-то. Так что вот такие вот мои друзья, не знаю. Ну, красивая куртка, да? Скажите, ведь это не натуральный мех, насколько я понимаю. Мех не натуральный, но похож на натуральный. Но можно и натуральный поставить. Ну, курточки уютные, комфортные, красивые, теплые. Платки, подкладка двухсторонняя. И так по весеннему и воротник можно как капюшон использовать. И шубки такие. Причем воинственный такой образ у вас здесь. Да, я люблю так ярко выглядеть. А, это я специально фотку закинула. Конечно, странно выглядит. Это Сережа Ивонин. Студия находится на Провианской дом 7. Он меня рыженькой такой увидел. Представляете, я так две недели отходила, а потом вернулась в свой цвет. Но должна показать, что вот такие штуки бывают, происходят. Это в фотошопе происходит? Нет, это в жизни. Я была такая рыжая, кудрявая всю прошлую неделю. Слава Богу, что вы нас не пугаете здесь. Я пришла по сдержанию. Телевидение, видите, вернулось в свой цвет. Вы снова с нами. И снова прекрасно выглядите. Расскажите, пожалуйста, что на вас сегодня? На мне. Значит, я сегодня не голая пришла. На мне такой жакетик. Жакетик я, ну ладно, признаюсь, сама не шила, но дополнила такими вот штуковинами, забыла, как они называются, и погонами. И здесь такие блестящие весюльчики, и все это так красиво. Мне кажется, что меня в этом видно. А то я такая невидная, а в этом стало видно. Еще у меня майка такая проклепанная крестом красивым. Вот. Лосины, туфли такие. Аккуратно не упадите. Ноги теперь здесь не видно. У вас убрали кресло. Я даже себя смущаюсь. Я привыкала, что я здесь сижу и говорю, так что я стесняюсь. Так что и космическая змея еще на тебя. А, господи. Алиса сделала космическую змею. Это моя космическая змея, сделанная моими руками. Она очень добрая, на самом деле. Некоторые люди ее боятся. Здесь какие-то зеленые такие веревочки приделаны. Может быть, это дети из нее уже расползают. Господи, она рождается. А там никто-то ползил. Но выглядит ничего так. Я сфоткала, выложу вам в Инстаграм. Ну, забавно, забавно. И я чувствую еще какие-то у нее отвисают. Какие-то... Яйца? Ну да, типа того. Господи. Алиса. Каждый видит то, что видит. Я никогда не комментирую полностью свою идею, потому что мне интересно, что человек сам не видит. Мне кажется, что это корни. Достаточно нестандартные украшения. И очень любопытно слышать меня не со стороны. Всегда они разные. Мне очень нравятся личные украшения. Это я сейчас не буду лицемерить или подмазываться к ней. Потому что они действительно яркие, необычные. Она мне сделала такое кольцо. Его как показалось. Тут у меня тональника немного. Можно кокс сюда забивать. Здесь написано «Загадай желание, шепни». Ну, английские буквы я не знаю. Make a wish you, да? Или как это читается? «Загадай желание». А здесь написано «Трофе», чтобы я не забыла, как меня зовут, когда совсем в полном неадеквате. Вот. И тоже камни какие-то приделанные. Но это не стекла. А настоящие камни у меня, Алиса, поставилась. Ну что ж, мы поздравляем вас с этим событием. Скажите, пожалуйста, вот сложно ли сейчас, вот я вижу у вас интересные техники и керамика, и очевидная эмаль, нитки традиционные. Я вам сейчас все расскажу. Расскажите, с чем вы любите работать? На самом деле, керамики здесь нет вообще. Я использую в своих работах такие, скажем, нетрадиционные материалы на сегодняшний день. Потому что, мне кажется, у нас в России еще в зачатках находится вот именно такое современное искусство. И у нас люди еще не готовы принять какие-то, может быть, новые веяния западные, да? Вот. Я начинала свою деятельность именно с полимерной глины. Есть такой материал, полимерная глина. Вот она вот здесь вот. Разноцветная она изначально. То, что я подумал, это эмаль. Она выглядит как эмаль, потому что она покрыта сверху смолой. Вот. Но изначально я начинала работать именно с ней. И привлекало меня в ней именно то, что она цветная. А я очень люблю яркие цвета. Вообще, я себя называю Alice from Wonderland. Что переводится дословно как «Алиса в стране чудес». Меня все люди уже знают по моему творчеству. Именно как вот, что я работаю с цветом. Что у меня такие сочные работы. Прям вот они, знаете, такие вкусные. И в течение последнего года я немножечко ушла в другую сторону. Начала работать именно с металлом. То есть уже начала заниматься ювелиркой. Сама уже паяла все в горелке. Вырезала, все выпиливала. Вот. И за последний год, мне кажется, люди немножечко вот смотрят. И они не понимают, куда это все движется. Потому что они привыкли именно вот к цвету. Что это все такое сочное, яркое. А тут совсем другие появились украшения. И сейчас от меня ждут. Я прям чувствую, что от меня ждут. Вот. Повторение того, что было. У меня была такая очень известная коллекция. Хундерт Вассер. Уже три года прошло с момента того, как я ее выпустила. Но до сих пор люди мне пишут, звонят. Каталис, Алиса. Вот есть у вас Хундерт Вассер. Хотим вот его. Я понимаю, что, видимо, пришла пора его сделать уже в другом качестве. Немножечко в металле, с позолотой, не знаю, в серебре. Но вот обещаю, что к лету родится новая коллекция. Я советую вам продолжить именно Вассера. А в серебре вы тоже работаете? Да, конечно, серебром работаю. Ювелирка. А вот эти штуковины все, их можно же ближе, да, показать, камеру навести, чтобы сегодня я специально сняла вот эту зеленую змею. Это похоже на конягу. Я специально надела розовую, эту и уже розовую переоделась. Мне кажется, она очень тебе подходит. Чтобы показать. Вот так ее видно же. Конечно. Вот. Смотрите. Потому что Алисе на фотографии не грузите. Я постараюсь все сделать, чтобы было видно. Вот такая вот еще эта штука тоже. Вот на Алисе розовая. Сейчас я вам покажу. Мы принесли сегодня весну, чтобы вам было ощущение, что скоро будет солнце. Мы вам принесли нестандартные штучки, очень яркие. Надеемся, что с помощью них мы прогоним наконец-то зиму. Потому что это уже невыносимо становится. Железные кубы вот такие вот с дырками. Вот такая вот яркая колье. Многие говорят, что похоже чем-то на Фрайвиле. Можно поближе. Сейчас это очень все любят. Нам все видно. Спасибо. Ну, еще есть цикл фотографии, видимо, вторая часть вашей подборочки. Да, это опять мои. Но я расстроена, что Алисе на ее действии. Я тоже очень расстроена, но я не теряю надежды. Не будем терять надежды. Давайте, что здесь происходит. Была свадьба Тоши Елены. Первая не традиционная свадьба в России. Но больше это было как постановка. И также я представила там коллекцию BDSM порно. Костюмов. Это лифчики такие кожаные. И низы. Такие молодые девочки пришли. Мы ее провели в Москве. Провели ее и в Санкт-Петербурге. Эту свадьбу. Ее везде очень хорошо осветили. Это кожаное такое платье. Красное свадебное было сделано с разными рюшами. И фраки будут в таком кожаном стиле. С воротниками стоячая. Натуральная итальянская кожа. Вот. Корону делал Кирилл. Который в Мадеше тоже сотрудничает. Вместе с ними тесно в коллективе состоит. Вот. И такая замечательная пара. Мы съездили в Храм Христа Спасителя. Потом мы поехали в точку G. Там была регистрация. Здесь у нас... Это в Москве то, что было. А здесь в Санкт-Петербурге у нас был лимузин. Это лимузины Лима называется фирма. Вот. И у них различные есть. В точке G здесь такие штуковины происходили. Потом у нас был показ. Дальше мы поехали в студию Андрея Аллова. Там была Татьяна Буланова, которая скупила все Алисины украшения. Да, теперь мои кольца носят Татьяна Буланова. Очень красивые, удивительные, такие крупные. Вот, собственно. Слава Богу, у нас фотки загрузились. Вот, рассказывай. Вот, собственно, мои кольца на Татьяне Булановой. Коллекция ярких колец была у меня. Color Dreams. А это вот как раз Хундер Твассер серия. Была самая крупная, самая хитовая моя коллекция, которую до сих пор все хотят. Это Трофичка, моя любимая, в моих кольцах. У нас была летом фотосессия с ее новой одеждой. Это мои серьги последние. Называется Feelings, чувство. Вот, это колечко тоже из последней коллекции весенней, 2013, весна. Это какой-то ювелирный металл? Это латунь. Латунь. Латунь, фианит и эмаль. Все-таки эмаль у вас есть, присутствует. Да, я забыла вам сказать. Я просто в последнее время начинаю говорить и не могу восстановиться. Это тоже колечко с эмалью. Тоже была коллекция Color Dreams. Это дерево с серебром и жемчужиной. Серебро тоже такое космическое кольцо. Вулканы и кратеры. Вулканы и кратеры, да. Это зарождение жизни называется колечко. Инопланетные. Да, я из космоса, я всем говорю. А это вот, многие видят в этом зубы. Возможно, что-то есть. А вы что есть? А я вижу таких пришельцев космических. Они тоже все очень добрые. Нанизанные черепушки. Да. Ну, я скажу вам, вы, конечно, обе из космоса. И спасибо, что вы заглянули именно к нам. Расскажите, пожалуйста, про свои последние впечатления. Вот прошло полгода после нашей встречи. Что вас порадовало? Может быть, какие-то интересные гастроли принимали? Какие-то поездки случились? Очень-очень много всего произошло, но я не знаю, у меня как-то так все странно, как будто это все было сто лет назад. Вот яркое впечатление для меня, это 23 февраля в клубе Лидвы, или как ко мне отнеслись, прям весь день рождения за меня устроили владельцы клуба. Я даже ни о чем не думала. Все накрыли, приготовили. Катя Флейта выступила. Приехали Максим Соболев, модный салон, меня поддержать красоты. Приехал Сережа Ивонин, салон красоты. Приехал Летучий Голландец, салон красоты. Вообще все приехали меня поддержать. Алиса, все выступали, пели. Балерина прекрасная танцевала. Потом поразила меня поездка в Москву. Вот это не традиционная свадьба. Я их поддерживала и сшила это платье. Потом мы ее здесь успешно провели. Был показ в Рубаях. Но сейчас, я думаю, самое яркое впечатление. Но как будто это было давным-давно. Обычно я рассказываю, что, я не знаю, как-то хобы. У меня сейчас другое всем настроение. Я сконцентрировала на этом четверге, на 11 апреля. Как эти фраки, я все представлю. Мне наконец пришло вдохновение. Они будут очень крутые. Но если вы в 2 часа ночи позовете нас помочь, вам там иголку подержать или на персток, мы с удовольствием... Клепать, да, хренитэн. Горием подержать. Ясно. Мы в любой момент в вашем распоряжении. Всем телеканалам. Позову, позову, будете клепать железо. Договорились. И, тем не менее, вот расскажите, пожалуйста, все-таки вы еще и общаетесь с коллегами. Может быть, кто-то из коллег вот идею какую-то интересную или выставку какую-то организовал, которая бы вас вдохновила или, может быть, что-то такое... Да. Подглядели за кем-то. Подглядывать за ними бесполезно. В общем, да. Вы мне все очень помогли. Спасибо большое. Нет, у меня две темы. Одна то, что меня окружают очень добрые, космические, позитивные люди. Это там и театр Мадеш, и с мечи, которые мечи кожан делают, и Алиса. И все такие творческие что-то выдумывают, космические, ненормальные. Вот. И я очень благодарна, что вокруг меня такие люди. А коллекцию с фраками я не могла начать. Я всю прошлую неделю провалялась на диване, ничего не делала, а показ в четверг. И не было вдохновения, ничего. И тут я сходила, Аврора Фэшн Вик, или как это у нас называется, посмотрела, там они идут по подиуму, и такая скука все это. И я поняла, что я сверхгениальнее всех, вы меня простите, конечно. И у меня пришло вдохновение, и я подумала, боже мой, мне даже не стыдно все что угодно сделать, потому что это будет круче того, что там показывают. Но я думаю, надо выступить, только 100 тысяч надо, чтобы выступить на Авроре Фэшн Вик. Так что выделите мне, пожалуйста, 100 тысяч рублей, спонсоры, и я покажу там коллекцию. Да пока что я ее покажу в истерии 11-го числа. И, понимаете, и постановка сама театральная. Какие-то тряпки вот так вот волнами шли, по ним дети идут. Сейчас тот, кто это устраивал, услышит и поймет, о ком я говорю. И подумает, вот какая она плохая, оказывается, на самом деле, что говорит, что думает. Но это правда очень скучно и ужасно там все было. Хотя вот Аксенов, мне очень нравится, ходила и на Аксенова, на дизайнера. Мужская коллекция была необычная, тоже фраки из ткани. Женская была скучноватая, но я никогда не забуду коллекцию Аксенова пять лет назад, где такое вязаное платье было развивающееся, коричневое. Мне нравится, что он ленты заматывает, и его очень уважают ценю. И вообще-то удивительный дизайнер. И после похода на него я вдохновилась, конечно же. Но делать я буду в своем стиле. И вчера я, конечно, хотела подглядеть в интернете, как бы мне так сделать фраки, может где-нибудь что-нибудь доклепать, какие-то идеи. Я посмотрела, никаких идей нигде нет ни на подиуме, ни у нас в городе. Как будто бы все умерло. А у меня идей больше, чем в интернете. Идеи все в космосе. Да, я все сделаю по-своему, там такого не будет. То, что и было на подиумах, и будет. То, что я делаю, этого нет. И в четверг вы можете в этом убедиться, в моем безумии, ненормальное. Так что все хорошо. Вы знаете, у нас Modern Tugning такую программу вел Владимир Бухинник. Он в свое время был королем молодежной моды, и дай ему Бог процветания. Вот я никогда не забуду, он показывал один фрак, если не ошибаюсь, из бархата сделанный. Очень красивый такой пиджачок. Вот с ровным такими лацканами, которые плавно переходили в воротник. Ну, просто такой овальной такой формы. И какая-то звезда западная увидела у него этот, на нем очевидно, этот фрак. И сразу захотел себе точно такой же, из-за какие-то фантастические суммы. Он был сшит. Ну, я не буду сейчас, так сказать, путать фамилию, но могу сказать, что это просто уровня Брайана Адамс или какой-то такой солидный дядька какой-то с Владимиром Бухинником. Вот так вот сотрудничает. То есть идеи у питерских дизайнеров все-таки появляются. Вот даже в отношении фраков. Не знаю, как насчет заклепок, но пошить еще могут, если так сказать, захотят. Скажите, вы из каких материалов предпочитаете, вот кроме кожи, насколько я понял, это коллекция кожиных, а в целом? Я люблю более твердые материалы, плотные, шить. Не люблю легкие ткани, хотя платье я шью из струящихся тканей. Сейчас у меня заказали серию халатиков, например, чтобы в них делать перманент для бровей. Обычно я шью любую вещь, за 4 часа сама либо беру помощников. Я его не могу шить, у меня ни машинка не берет вообще не понимаю. Прорезиненный такой материал мы взяли, как плащов, я не могу ее шить, у меня к ней прям душа не лежит. А лежит у меня душа, вот, Павлово-Пасадские платки скупать в последнее время и шить такие кафтанчики, курточки, мехом, отделка. Воротники у них так поднимаются наверх, если надеть. Можно отвернуть, будет красное, не видно рисунка. Можно отвернуть. О, видишься, Павлово-Пасадский рисунок, и красный и зеленый. А там подкладка есть какая-то? Вот, это подкладка и есть. А вот между ними? Это, смотрите, это платок с мехом. А если туда посмотреть, это подкладка двухсторонняя, простеганная, синтепоновая. Это значит, можно носить на две стороны? А можно ее и на две стороны вывернуть, и плюс она теплая, и можно и весной накинуть, и в августе, холодным вечером, и сейчас носить. И вроде и по весеннему не грустно такое носить, по цветовой гамме, а вроде и зимой можно надеть. Ну, мне кажется, симпатично так получилось. Я ее с собой захватила в студию. У меня не трансформируется, можно воротник так запахивать, можно наверх, можно, вот говорю, чтобы не было рисунка видно, можно, чтобы был. Так что, все. Ну, очевидно, интересный очень объект. Арт-объект. А вот скажите, пожалуйста, вот кто у вас вдохновляет? Может быть, какое-то литературное произведение, кино? О, что вы думаете? Жизнь. Меня очень часто спрашивают, откуда я черпаю свое вдохновение, откуда столько идей. Меня вдохновляет жизнь в разных ее проявлениях. Не знаю, это может проявляться в том, что я могу посмотреть на какого-то человека. Вот смотрю, и хопа, у меня идея родилась какая-то. Могу посмотреть на какой-то, не знаю, напиток или еду. В этом что-то тоже такое увидеть. То есть, не знаю, вот очень часто вообще именно самые обычные вещи меня вдохновляют, и я вижу в них что-то особенное. Вообще, я думаю, что креативность, это как раз-таки есть способность увидеть необычное в обычных вещах. Ну, может быть, вы и правы. И тем не менее, позвольте вот узнать, может быть, конкретно вам хочется сделать подарок какому-то любимому человеку, вы о нем думаете, вот начинаете как бы для него, любимого или любимой, что-то вот, какой-то подарочек мастерить. Бывает? Ну, конечно, бывает. Тоже рождается какая-то особенная своя идея, концепция. Что подойдет именно вот ей? Да, я вообще всегда говорю, что мои украшения, это мои детишки, я их всех очень люблю. И я даже не знаю, вот, какой из вот, которые сейчас здесь лежат, я люблю больше. Я к ним подхожу очень с любовью, с душой и делаю их очень вот так вот, прямо, знаете, с нежностью, с трепетом. Я вас абсолютно в этом понимаю. У нас частенько в гостях бывал ювелир Ананов, который много делает изделий из серебра и раздаривал потом многим великим людям. Очевидно, очень хорошо ему получалось именно продвигать таким образом свою продукцию. А вот кому, вот, кроме Татьяны Булановой, вы еще бы могли порекомендовать или кого бы вы видели в своих изделиях? Ну, кроме, конечно, жен наших лидеров. Ну, у меня есть свои постоянные клиенты уже за три года. Я этим уже три года занимаюсь. Вот. И как-то люди обо мне узнают, не знаю, через интернет или увидели вот у кого-то и заинтересовываются очень. Говорят, хотят такое же. Вот. Как вам сайт-то найти? Да, вот у меня есть сайт в интернете 3wafwnz.com, сокращение от Alice from Wonderland, «Алиса в стране чудес». Туда тоже люди часто заходят, смотрят все, потом пишут, мне звонят. Ну, в общем, как-то вот так вот. Помимо этого я участвую в различных выставках. Кстати, я забыла сказать, что я состою в Творческом Союзе креативных художников. Вот, ступила год назад туда и периодически мы устраиваем выставки в Манеже, где я тоже представляю свои работы. И на «Авроре» сейчас в Лисе на втором этаже. Да, сейчас вот был тоже на «Аврора Фэшн Вик». Нет, не на «Аврора Фэшн Вик», дефиле на «Неве» это было, да. Господи, дефиле на «Неве» все время путаю. Там был шоурум от журнала каталога «365» на втором этаже. Там тоже были представлены мои колечки, кстати, вот тоже на мне одета. Все желтенькое, как лимон. Нашли тоже своих хозяек, обладательниц. Ну, очень хорошо. Спасибо за очень интересный рассказ. Вот позвольте еще спросить, а вот западные какие-то аналоги вам попадались? Может быть, ну не аналоги, а какие-то интересные коллекции, которые вы рекомендовали? Я вам открою секрет, что я вообще вдохновлена именно европейским подходом, американским. У них очень много вот такого, ну вот если говорить нашим таким языком, странного. Почему я говорю странное? Потому что люди у нас, к сожалению, пока еще, они не готовы это принимать. Они смотрят и говорят, ну да, вот что-то в этом есть, но я бы такое не одела. Я очень много смотрю различных работ в том же Фейсбуке, в различных галереях смотрю, в интернете. И поверьте, что настолько просто потрясающая идея, что вот человек до такого додумался. И это мой в том числе источник вдохновения. То есть я смотрю очень много, и я понимаю, что у нас, ну вот пока этого нет, но, наверное, может быть, лет через 10 у нас это тоже примут. Вот, но сейчас вот там это в самом разгаре, мне кажется. Прекрасно. Алиса, позвольте пожелать вам надежных, хороших клиентов, покупателей, которые будут у вас заинтересованы, и вам, конечно, тоже. Спасибо. Чтобы она в показе со мной поучаствовала, да? Наташа, я желаю, чтобы вы с Алисой все, что угодно применили, притворили в жизнь, чтобы ваш творческий тандем приносил добрые, интересные плоды. И, пожалуйста, приходите к нам почаще и рассказывайте о своих прожеках. Мы с удовольствием приглашаем. Цифраки вам всем. На следующей неделе прям разложим здесь и фотографии. И в среду у меня фотоотчет с цифраками и показ. Как на это смотрите? Мы только за. А сегодня я вас жду клепать. Все, ну я буду при делах, значит. Спасибо большое, что вы рассказали нам о своих достижениях, что принесли в нашу студию весну. Позвольте вам пожелать и хороших ночных посиделок, ну и, конечно же, прекрасных мероприятий, которые вдохновляют нашу общественность и заинтересовывают молодежь и к труду ее привлекают. Спасибо. И вам всего-всего, и вам, дорогие телезрители весны. Покупайте наши фраки и кольца. Айди Трофи Три Шестерки. Приходите в мою мастерскую. Мои детишки ждут вас. До свидания. Пока. Пока.